МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, в студии Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Набережная в морском порту вновь подверглась нападению вандалов. Горы мусора, оторванные реки, разрисованные беседки и выбитое металлопрочное ограждение. Все это дело рук молодежи. История становится ближе. В Нарьинмаре открыли кабинет музея известного в округе ученого в области сельского хозяйства Петра Рочева. 9 октября отмечался Всемирный день почты. В нашем эфире расскажем о тех, кто доставляет долгожданные посылки и письма. За прошедшие выходные дни в Ненецком округе зарегистрировано 45 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2444 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2284 человека. За прошедшие выходные дни 39 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 206 человек. Из них стационарное лечение получают 50 человек. Амбулаторное – 156. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 1074 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Смотровая площадка в морском порту вновь подверглась нападению вандалов. Горы мусора, оторванные реки, разрисованные беседки и выбитое металлопрочное ограждение – все это дело рук молодежи. О том, что грозит вредителям и как с ними бороться – в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Каждый месяц сотрудникам чистого города приходится устранять последствия порчи благоустроенных территорий. Выбитые стёкла на остановках, пропажа арт-конструкций, спортивных снарядов. Чаще всего страдает смотровая площадка в морском порту. Она считается излюбленным местом молодёжи. Очень часто, к сожалению, очень часто. Два-три раза в месяц, всегда по-разному. Ну, очень часто, часто. И не только на этом объекте. Во многих местах благоустроенных, где парки, скамейки стоят, молодёжь в основном рушит, ломает, надписи оставляет. Площадку не раз приводили в порядок. Однако вандалы не оставляют попыток крушить место для отдыха. На качелях очень часто не хватает реек, на скамейках – досок. А не так давно злоумышленники оторвали входную калитку, поломали козырьки крыши. Психологи отмечают, подростковый вандализм – явление очень распространённое. Таким образом, дети пытаются привлечь к себе внимание. Если это происходит систематически, то ребёнок явно пытается обратить на себя внимание. Таким образом, да, проявляет агрессию. Если он проявляет агрессию, нужно смотреть, почему изначально, почему эта агрессия появилась. Не бывает просто агрессивных, плохих детей. Что в таком случае делать родителям? Профилактика, объяснение, адекватные наказания, то есть, да, понимание, что за это будет ответственность, за это повлечёт последствия определённые, да, то есть наказания допускаются вполне, беседы допускаются, объяснения, почему вот так. И очень важно, опять же, да, знать, с кем общается ребёнок, чем они занимаются, ну, по возможности выяснять это. И профилактировать тем, что формировать окружение ребёнка самостоятельно, и чтобы ребёнок имел увлечения свои какие-то, чем бы он занимался постоянно, регулярно. И ему просто было бы неинтересно, да, делать такие вещи, связываться с компаниями, которые занимаются подобными вещами. За порчу имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это зависит от многих факторов, таких как мотивы порчи имущества, места совершения и суммы причинённого ущерба. Также к ответственности могут быть привлечены ещё и родители несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если действия не повлекли значительного ущерба, то порча имущества регламентируется статьёй 7.17 Кодекса об административных правонарушениях, уничтожения или повреждения чужого имущества. В данном случае правонарушитель получит штраф до 500 рублей. За 8 месяцев этого года по данной статье привлечены четверо несовершеннолетних. При наличии дополнительных действий правонарушение может квалифицировано по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», где предусмотрен не только штраф, но и арест на срок до 15 суток. После совершения правонарушения подросток будет привлечён к административной или уголовной ответственности и поставлен на учёт в органы внутренних дел. Добавлю, недавний инцидент в посёлке Искатели, где повредили остекление на автобусной остановке на улице Монтажников, повлёк за собой возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев. Ведётся следствие. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Доме культуры села Ома завершается капитальный ремонт. Основная часть работы уже выполнена. Сдать объект подрядчик планирует до конца октября. Александра Литкова продолжит. К капитальному ремонту Дома культуры в селе Ома подрядчик приступил в мае. На время реконструкции здания 20 творческих и любительских объединений и учреждения временно разместились в здании колхоза. Мы работаем, мы проводим сейчас мероприятия на улице, мы проводим мероприятия онлайн, малыми группами в помещении проводим, мы находимся в здании колхоза сейчас, как бы мы мероприятия проводим. В здании 1968 года постройки – это уже третий капитальный ремонт. Подрядчик компании СМП-83 ведёт работы как снаружи, так и внутри здания. Без замены останется отопление, которого не было в проекте. Производились работы, демонтажные работы полностью внутри здания. Это полы, стены, монтажные работы – это утепление стен наружных, чёрные полы, утепление полов, фанера, линолеум, потолок, новая вся электрика, наружные двери, внутренние двери все новые. Кроме того, строители обновили сцену, а также установят у крыльца подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сдать объект строители планируют до конца октября. Напомню, плановые ремонты в сельских учреждениях культуры проводятся в рамках национального проекта «Культура». Софинансирование распределено следующим образом – 62% федеральные средства, 38% региональные. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В эти выходные в окружной столице состоялась презентация туристической тропы и открытие детских игровых площадок. В мероприятии принял участие губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Так, сотрудники Центра развития бизнеса представили трёхкилометровый пеший маршрут. Его создание велось в рамках проекта, который стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Авторы получили грант – почти полтора миллиона рублей на его реализацию. Первым этапом проекта была разработка туристической карты города. Этой осенью её разместили на площади около мэрии. Второй этап – яркие граффити с изображением ненецких писателей и поэтов. Маршрут сам по себе, он занимает около трёх километров и примерно по времени полтора часа. Вполне по силам. Здоровому человеку вполне по силам. Да. По маршруту у нас предприниматели, можно прийти к северной продукции, также ознакомиться с гастрономическими регионами нашего. Также главе региона презентовали две игровые площадки около детского сада «Радуга» и в районе улицы Строительной. Юрий Бездудный лично проверил, насколько комфортны и безопасны новые объекты для ребят. Ребята, как площадка? Крутая? На Римаре самая лучшая. Вот так. А что больше всего нравится? Мне нравится. Я только саду ею. Я ещё саду на площадке. Спортивные игровые кластеры были благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Эти объекты были выбраны на Римарцами по результатам рейтингового голосования в 2020 году. 27 лучших студентов Ненецкого округа удостоены именной стипендии сенатора Дениса Гусева. Торжественное мероприятие для учащихся учреждений среднего профессионального образования состоялось накануне в культурно-деловом центре Арктика. По словам мецената, проект пилотный. Но не исключено, что подобные поощрения станут доброй традицией в регионе. И к ней подключатся и другие представители власти. За звание лучшего и право получать именную стипендию сенатора студенты боролись в трёх номинациях. Традиционно основная из них – за достижения в учёбе. Победителями стали Арина Канева, Алексей Митрофанов и Дмитрий Хатанзейский. Да, они довольно сильно поддерживают. Даже, например, получаешь коллежную стипендию по учёбе, плюс такие стипендии. И у тебя такой заработок получается, накопление. Но это помогает. Ещё одна номинация за активную общественную деятельность. Лучшими общественниками жюри признала Вадима Безверхова, Павла Мигунова и Марину Баркулеву. Это хорошо поощряет людей, которые чем-то поделяются, что-то делают. А вот твоя социальная работа, что ты делаешь? Я волонтёр, я в своём колледже, во всяких объединениях, клубах, в конкурсах творческих. Я художница. За достижения в спорте стипендии сенатора отмечены Сергей Гмырин, Егор Лузгин и Василий Тайбарей. Остальные студенты, принимавшие участие в конкурсе, удостоены вторых и третьих мест. Надо отметить, что по условиям номинантов выбирали студенческие коллективы и преподаватели учебных заведений. Я думаю, что вот такая инициатива сенатора, она, наверное, должна быть поддержана. И может быть расширена. Может быть расширена и для студентов, для где-то творческих школьников. Может она быть для педагогов, для врачей, для медсестёр. Именные разовые стипендии назначаются по итогам учебного семестра в период с 1 сентября по 31 декабря и с 12 января по 30 июня. В 2020-2021 учебном году учреждены 9 именных разовых стипендий. В каждом учебном заведении в размере 3000, 2000 и 1000 рублей каждая. Выплаты производятся за счёт личных средств сенатора Дениса Гусева. Я надеюсь, что мои коллеги, депутаты, сенаторы поддержат эту инициативу. У нас много школ. Можно ещё увеличить количество подобных мероприятий. Прежде всего, которые являются целью выявить, конечно, лучших. Но самая важная цель – это то, что сделать ориентир, и чтобы те учащиеся ребята, которые учатся у нас в наших учебных заведениях, они активно включились в учебную, в общественную работу. Отметим, что при поддержке губернатора региона 10 июня 2021 года между сенатором Денисом Гусевым и директорами учебных заведений Ненецкого округа было подписано соглашение о конкурсе именных стипендий сенатора для учащихся Ненецкого профессионального училища, Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа имени Волчейского. История становится ближе. В Нарьинмаре открыли кабинет музея известного в округе ученого в области сельского хозяйства Петра Орочева. Рабочий стол, множество фотографий и документов теперь доступны для посетителей. Знаковое место расположилось в конторе опытно-производственной станции по улице Рыбников-1а. Примечательно, что торжественное событие состоялось в канун празднования Дня работника сельского хозяйства. И у него стоит задача усовершенствовать печорскую популяцию. Идея создания кабинета музея известного в округе ученого и следователя Петра Андреевича Рочева родилась у ветеранов производства и коллег по опытно-производственной станции, где он трудился долгие 42 года, еще в 2012 году. Тогда была торжественно открыта мемориальная табличка. Одними из инициаторов создания мини-музея выступили члены коми-общества из ВТАС. Петр Андреевич родился рядом с Ижмой в селе Мохча, через реку Избу. Или Ижму по-русски будет. Значит, Петр Андреевич наш известный в округе, и не только в округе земляк, который прославил коми-ижмский народ на всю страну. Поэтому мы давно сотрудничаем с Теренмерской сельскохозяйственной станцией. Рабочий стол, книжный шкаф и даже картина ее Петру Андреевичу подарил известный художник-свершников. И она всегда занимала место в кабинете ученого-сельскохозяйственника. Все, как было при жизни знаменитого деятеля. Я работал директором школы в Антике с 1973 года. Как раз у Петра Андреевича был, можно сказать, зенит слава. И он часто выступал на плену в Куршкома партии, на различных активах. И мы были с ним лично знакомы. Он был знаком и с моим отцом. Потому что ГАМ, где родился мой отец, и Мохча, буквально через дорогу находятся. Они почти ровесники, поэтому Петр Андреевич хорошо знал многих оленеводов известных, как Канева Николая Григорьевича, Семяшкина Федоровича и других. И общался с ними на родном языке. Инициативная группа объединила усилия. Одни собирали и готовили экспонаты, другие – проект для получения гранта. В 2020 году деньги на создание музея были получены. В работе очень помогал труд Марины Калавангиной – краеведа-историка. К столетию ученого она написала книгу-биографию, в которую вошли самые важные вехи жизни Петра Рочева. Он предстает перед нами сегодня как ученый, который беззаветно был предан своему делу. Это организатор производства, ученый-практик. Это человек, о котором остались только добрые воспоминания, потому что он был личностью во всех отношениях. Депутаты могут говорить о нем как о человеке, который выполнял свои слова, обещания, депутатские запросы делал своевременно. А в Ненецком окружном совете он возглавлял на протяжении почти 40 лет комиссию по охране природы Ненецкого автономного округа. Немалую помощь в организации музея оказала Ассамблея коренных малочисленных народов Севера, чтобы увековечить память о человеке, который внес большой вклад в развитие сельского хозяйства Ненецкого округа. Вывел уникальную породу коров, прошел Великую Отечественную войну, имел широкие заслуги перед регионом. Это то поколение людей, что хотелось бы отметить, которые отвоевали нашу землю, защитили ее во время Великой Отечественной войны, вернулись обратно и поднимали нашу страну после такой страшной войны. И на самом деле низкий поклон. И наша задача сегодня – помнить, передавать молодым поколениям, показывать этот опыт. Впрочем, останавливаться на одной экспозиции организаторы музея не намерены. В фондах опытно-производственной станции есть еще экспонаты. Этот кабинет смежный, и мы бы хотели вторую часть кабинета представить уже лабораторию, экспериментальную лабораторию, где занимался Петр Андреевич со своими коллегами. То есть у нас есть старые приборы, есть стекло, оборудование, которое мы могли бы показать. И это было бы намного интереснее уже в комплексе с кабинетом Петра Андреевича. Экспозиция будет интересна широкому кругу общественности, ветеранам промышленности, коллегам Петра Рочева, а также школьникам и студентам Ненинского округа. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». От голубей до самолетов. Издавна для передачи информации на дальние расстояния использовали почтовое сообщение. 9 октября отметили Всемирный день почты. О тех, кто доставляет нам долгожданные посылки и письма, расскажет Катрина Тайбарей. Нескончаемый поток писем и посылок окружает работников почты 6 дней в неделю. Алексей Латышев пришел на предприятие около 5 лет назад. Начинал с работы почтальоном, а сегодня поднялся по карьерной лестнице до заместителя начальника отделения почтовой связи НАУ. Я выполняю много задач. Это в основном отправка почты в сортировочный центр. Это то есть от нас, которые посылки уходят. Внутренние задачи выполняю, которые... Это списание организациям марок, допустим, или конвертов. Вот в таком плане. Размеренный ритм жизни, стабильность и уверенность в завтрашнем дне – главные плюсы работы на почте. Алексей отмечает также некоторые сложности деятельности. В любой работе есть сложности, но даже в нашей сфере есть сложности. И с клиентами также бывают некоторые какие-то казусы, ситуации. Но это все решается. На плечи работников почты возложена большая ответственность. Ведь люди по всему миру ждут своих посылок и писем. Почта в Ниньском автономном округе, она специфична. У нас большая часть населенных пунктов – это удаленные населенные пункты. В рамках того, чтобы доставлять почту вовремя, мы работаем с Наринмарским авиаотрядом. Главпочтамт в Наринмаре – одна из достопримечательностей Ниньинского округа. Строительство здания началось в 1946 году. До 1994 года в здании находились узел почтовой связи, телеграф, телефонные станции. Сегодня здесь расположено управление Федеральной почтовой связи Ниньинского автономного округа. Филиал «Почта России» развивает также электронные сервисы. На данный момент мы продвигаем личный кабинет Почты России и такая называемая услуга – знак онлайн оплаты. То есть юридические лица могут просто заходить в личный кабинет и оформлять знак онлайн оплаты. Это электронная марка так называемая. Всемирный день почты – это один из международных праздников. Он установлен Всемирным почтовым союзом в 1969 году. Эта дата включена в перечень Международных дней Организации Объединенных Наций. Хочу поблагодарить пенсионеров Почты России за их труд, вклад, который они внесли в предприятие. Поблагодарить, пожелать здоровья, благополучия, исполнения желания, всех благ. Действующих сотрудников Почты России хочу тоже поблагодарить за работу, пожелать легкого труда, благополучия, исполнения желания и здоровья в наше нелегкое время. На сегодняшний день в Ленинском округе работают 29 отделений почтовой связи. Из них 24 расположены в сельских населенных пунктах. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.